МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пуля в лоб, так пуля в лоб. В Зимбабве спасли слона. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайнмайер пригласил министров иностранных дел шести стран-основательниц ЕС в Берлин. Как сообщается на сайте МИД Германии, встреча состоится уже сегодня. В ней примут участие министр иностранных дел Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Италии. Встреча будет посвящена актуальным европейским проблемам, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Европарламент созывает внеочередное заседание в связи с Брексит. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала переломным моментом в Европе итоги референдума в Британии. Говорить не о чем. Вчерашний день стал переломным моментом для Европы, переломным моментом для европейского процесса объединения, заявила Меркель в Берлине. Немецкий канцлер считает, что на Германии лежит особая ответственность, а равна большая заинтересованность в том, чтобы объединение Европы увенчалось успехом. При этом Меркель предостерегла от того, чтобы делать быстрые и простые выводы из происшедшего. По мнению канцлера, сейчас предстоит многое проанализировать рассудительно и спокойно. Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль из-за итогов референдума Великобритании отменил запланированный на понедельник визит к президенту России Владимиру Путину. Вместо поездки в Москву он намерен встретиться с европейскими социалистами для обсуждения итогов и последствий выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Вице-канцлер отметил, что Брексит – тяжелое решение для Европы. При этом, по его словам, ЕС нельзя разводить мосты с Великобританией, поскольку три четверти британцев в возрасте до 25 лет проголосовали за сохранение членства в Евросоюзе. Вице-канцлер выразил надежду, что результаты референдума могут быть шансом для перезагрузки в отношениях между Брюсселем и Лондоном. Вместе с тем он признал, что Брексит стал резким сигналом для европейской политики. Ранее Гавриль заявлял, что, несмотря на противоречия в ряде политических вопросов, необходимо сохранить диалог с Москвой. Кроме того, он предостерег политиков от возвращения к новой холодной войне. Европейская экономика отправляется в плавание в неспокойных водах. Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует длительный период неопределенности, в то время, пока рынки переживают серьезное падение. На европейских биржах снижение за первые часы после объявления итогов референдума составило 8%. Акции потеряли в цене примерно 650 миллиардов евро. Глава Банка Англии заявил, что готов предоставить дополнительные 250 миллиардов фунтов на поддержку рынков. Мы хорошо ко всему подготовились. Казначейство Ее Величества и Банк Англии активно занимаются планированием на случай непредвиденных обстоятельств. А мы с канцлером постоянно остаемся на связи. Мы поддерживали контакт всю ночь и утро. Четко заявляю, банк готов принять дополнительные меры, пока рынки подстраиваются под ситуацию, а британская экономика движется вперед. Самый сильный удар пришелся по британской национальной валюте. Курс фунта упал до 30-летнего минимума. Так низко он не опускался с середины 80-х годов прошлого столетия. Но и евро также теряет по отношению к доллару, отмечают экономисты. Рынки решили поверить букмейкерам и не обращать внимания на референдум. Что ж, букмейкеры, как и социологи, получили свой холодный душ. Так что мы живем в менее предсказуемом мире, чем считали. И теперь уровень непредсказуемости еще сильнее вырос. И если Европа думает, что для нее это пройдет незамеченным, то хочу обратить внимание, что фунт, конечно, сильно упал, но и евро также снижается по отношению к доллару. В лондонском Сити, впрочем, не прогнозируют долговременных негативных последствий. Там не ожидают массового исхода банков и финансовых институтов из страны. О том, что Брекзит не окажет серьезного влияния на бизнес, говорят и представители крупнейших европейских компаний. Тем не менее, инвесторы сейчас предпочитают не испытывать судьбу и вкладываются в наименее рискованные активы. Мы видим панические настроения на рынках. Никто не ожидал, что Брекзит действительно произойдет. Большинство инвесторов искренне верили, что Британия останется в ЕС. Первой жертвой стал британский фунт. Он снизился до курса, который был в 80-х. И на финансовом рынке паника. Инвесторы пытаются найти тихие гавани, чтобы вложения смогли пережить плохую экономическую ситуацию. Сейчас это золото, японская иена и в меньшей степени швейцарский франк. Руководство Евросоюза в совместном заявлении призвало власти Великобритании как можно быстрее начать процесс выхода из ЕС. Все для того, чтобы не продлевать период экономически опасной неопределенности. Больше половины британцев высказались за выход из Евросоюза. Явка на референдуме составила около 72%. Это наивысший показатель с начала 90-х годов на любых выборах Великобритании. В голосовании также принимали участие и знаменитости. Однако в едином мнении сошлись далеко не все. К примеру, Дейт Бекхэм и Джоан Роулинг выступили против выхода из Соединенного Королевства и состава ЕС. Мы живем в динамичном и взаимосвязанном мире, где наша сила определяется нашим единством. Ради наших детей и их детей нам нужно решать глобальные проблемы вместе, а не в одиночку. Поэтому я голосую за то, чтобы остаться в ЕС. Мне повезло играть в Мадриде, Милане и Париже с игроками из множества стран Европы и мира. Эти прекрасные европейские города и их страстные болельщики тепло принимали меня и мою семью и дали нам возможность насладиться их уникальной культурой. Опубликовал на своей страничке в Facebook сообщение Дэвид Бекхэм, которого, к слову, поддерживает и супруга Виктория Бекхэм. Роулинг же разместила обращение о монстрах, злодеях и референдуме по вопросу ЕС, в котором резко критикует популистскую риторику в мировой политике к согражданам на своем официальном сайте. Писательница заявила, что не считает, что ЕС идеален, но выразила мнение, что Евросоюз укрепляет Великобританию. ЕС защищает и делает нас сильнее и способствует большим и лучшим достижениям, чем те, которые мы бы делали одни, сказала писательница. Против выхода Британии из состава ЕС также выступали актеры Дэниел Крейг, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Кира Найтли, Идрис Эльба, телеведущий Джереми Кларксон, футболист Рио Фердинанд, певец Элтон Джон, миллиардер Ричард Брэнсон, модель Кара Делавинь и многие другие. От барда до боуи британское искусство вдохновляет весь остальной мир и оказывает на него влияние. Мы считаем, что членство в ЕС укрепляет ведущую роль Великобритании на мировой сцене, высказалась ранее британский дизайнер одежды Биллиан Вествуд. В числе знаменитостей, которые призывали жители Великобритании голосовать за выход королевства, актеры Майкл Кейн, Джон Клис, Джоан Коллинс, футболист Сол Кэмпбелл, рок-музыкант Роджер Долтри и актриса Элизабет Херли. А вот английская королева Елизабета II все это время хранила молчание и в политику не вмешивалась. Музыканты Джимми Пейдж и Роберт Плант отстояли в суде авторства песни «Stairway to Heaven» «Лестница в небо». Жюри присяжных постановило, что вступительные аккорды самой известной композиции Led Zeppelin не были украдены у распавшейся много лет назад рок-группы Spirit. Иск был подан официальным представителем ее покойного вокалиста Рэнди Вулфа, автора инструментальной композиции «Таурус», написанной за два года до «Лестницы в небо». По мнению истцов, с нее и скопировали начало своей песни «Пейдж и Плант», услышав ее в ходе совместного тура со Spirit. Жюри постановило, что музыканты Led Zeppelin действительно могли услышать Таурус во время концертов. Однако риф, с которого начинается «Лестница в небо», не похож по своей природе на вступительные аккорды композиции группы Spirit. При этом присяжные так и не услышали оригинальную запись Таурус. Вместо этого в суде были представлены нотные записи обеих композиций. Как считает адвокат из ЦАФ Фрэнсис Мэллофи, этим и объясняется вынесенный жюри вердикт. Конечно же, мы разочарованы, но мы должны уважать решение жюри, принимая во внимание представленные доказательства. Мы получили доступ к треку группы Spirit, но нам так и не дали воспроизвести его, чтобы присяжные поняли, что именно слышали Пейджи и Плант. Это какая-то альтернативная реальность. Обычно суд ищет справедливость, но в данном случае ему это не удалось. Джимми Пейдж и Роберт Плант выступили с совместным заявлением, в котором поблагодарили жюри присяжных. За 45 лет они заработали миллионы долларов от продаж «Лестницы в небо». Но истцы уверяют, что дело тут вовсе не в деньгах. Представитель семьи Рэнди Вулфа обратился к Пейджу и Планту после суда. «Вы знаете, что вы это сделали», — говорит Майкл Скидмар. «Я тоже это знаю. Вам теперь с этим жить. Мы сделали то, что должны были. Мы пошли на это ради семьи, ради матери Рэнди, ради него самого. Они это знают». Группа «Лет Зеппелин» распалась в 1980 году. Воля к жизни превыше всего. В Зимбабве неизвестные браконьеры пытались убить слона. Они выстрелили ему прямо в голову. Но, несмотря на серьезные ранения, животному удалось сбежать. После чего молодой слон обратился за помощью к другим людям. Животное пришло к ветеринарам в надежде на то, что они спасут его жизнь. Врачам пришлось усыпить его для того, чтобы провести операцию. К счастью, рентген показал, что кость черепа осталась невредимой. А браконьеры промахнулись всего на несколько сантиметров от своей цели. После операции слон, которого назвали «милый мальчик», так устал, что снова уснул, отпершись на дерево. Его жизни уже ничего не угрожало. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени n-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин